Мур, привет друг, это Зверько и часть вторая, обновление 1.4.26. Я же говорил, оно огромное. С хорошей новостью, у Фанни исправили баг, теперь она продолжает поражать всех на своем пути, здоровенными клинками и непонятными движениями. Предметы, понерфили мимолетное время, теперь пассивка сокращает кд ульты не на 35%, а только на 30%. Продолжаем. Дополнительные навыки. Огненный выстрел. Уменьшили перезарядку с 60 до 35 секунд. Это просто офигенно. Если выйдет на основу, покажу любопытное применение. Исцеление. Уменьшили процент исцеления за тик в режиме боя с 2,8% до 2% ровно. Прибытие. Наконец-то понерфили баг с прибытием, когда эффект прибытия не было видно. Ты бьешь моба и такой, опа, а че он не дохнет-то? И тебе прилетает в лицо с ноги противника. Отомщение. Теперь возвращает 25% урона атакующему. Убрали перезарядку между выстрелами в 0,7 секунд. Процентное возвращение, на мой взгляд, лучше, чем твердое значение. Но нужно проверить от входящего урона, либо от урона до обрезания броней. Дальше. Изменение леса. Добавили двух крипов по имени Федя. Это прям шутка переводчиков, которая вышла из-под контроля. Так вот, убивая Федю, появляется наблюдатель рядом с респом лорда или черепахи. Наблюдателя видно, убить нельзя. Он подсвечивает область карты для союзной команды. Хотели варды? Получите, распишитесь. Появляется Федя на 35 секунде. Светит место 60 секунд. Восстанавливается через 120 секунд. Для всех монстров изменили получаемый опыт и золото. Добавили маленького краба, который появляется на 45 секунде. Он появляется на месте краба. После смерти дает меньше золота, чем нормальный краб. И голдовый баф, который слабее. Воскрешение крабика произойдет через 15 секунд. А после 90 секунд боя появляется нормальный обычный краб. Нижний баф выглядит как драконит. Уменьшили базовое хп и его прирост. Увеличили атаку. Также изменили баф. Теперь базовые атаки будут наносить чистый урон. Размер зависит от уровня героя. Вместо каменюк на верхнем бафе. Теперь змеи. Уменьшили базовое хп и прирост здоровья. Также увеличили атаку. Изменение бафа. Уменьшает перезарядку навыков на 10%. Уменьшает потребление маны на 50% и энергии на 20%. Кроме того, после убийства, кого угодно, у тебя будет восстанавливаться хп в зависимости от объема хп жертвы. Удивлены двум бафом, а вот раньше так и играли. Вместо горгульи на центре мишка. Он мишка, нужен мишка. Мишки увеличили хп и прирост здоровья. А атаку и прирост атаки уменьшили. Вместо человека-ящера, теперь просто ящер. Ему уменьшили базовые атрибуты, а после того, как у него остается только 50% хп, у него увеличивается защита. Жуку изменили внешку и также уменьшили атрибуты. После его смерти появляется маленький жук. За него также дают исцеление, золото и, главное, стаки для лесных предметов. У черепахи и лорда пока косметические изменения, но может чего и придумают еще. Кстати, лорд мне понравился, поскольку я против цветастого лорда. Он должен быть брутальнее. Вот так, друг. Теперь бафов на сокращение энергии и маны лишь два на карте. А бафов на чистый урон три. Два от драконидов и один от черепахи. Повлияет ли это на стиль игры? Конечно. Но это не окончательные изменения, а тестируемые. Может еще все поменяться. Первую часть я оставлю в комментариях и подсказках. Подписывайся на канал и удачи, друг. Не забудь поставить лапку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...